Я Сангаджиев Борис Михайлович, детский хирург, в общем-то сейчас на пенсии, работающий пенсионер, хирург высшей категории, заслуженный врач Республики Калмыкия. Где-то в течение 30 лет проработал в качестве заведующего хирургическим отделением. Был одним из организаторов и становления стационарной хирургической службы Республики Калмыкия. Нам необходимо в памяти сохранить свою историю и передать потомкам священную память о предках, благодаря которым сегодня продолжается наша жизнь. На стороне фашистов, я просто еще раз хочу сказать, воевало 1 миллион предателей. Чтобы его нейтрализовать, надо Красной Армии было 2 миллиона иметь еще. И это тоже правда. Есть целое, к сожалению, большинство народов воевали на стороне фашистов. Мужское особенно население. И поэтому они подлежали высылке в другие. В то время суровые законы войны. И они подлежали высылке в отдаленные районы страны. В Средней Азии, Сибири. Но на Дальний Восток никого почти не ссылали. Я просто хочу вам пример привести. Идет комиссия. Конец 43-го года. Решается вопрос о выселении Калмыков. Все мужское население Калмыков воевало в составе кавалерийского добровольческого корпуса в составе фашистской армии. Корпус насчитывал около 15 тысяч бойцов. Кавалерии, пехоты, артиллерии. Члены этого корпуса ударили в тыл Красной Армии, когда она истекала кровью под Сталинградом в 1942 году. Потом они уничтожили свыше 200 тысяч советских граждан на территории СССР. Уничтожали в корне партизанское движение в Крыму. Парашютистов вылавливали. Было 50 батальонов крымских татаро-фашистов. Батальоны, вы знаете, военные, кто знает сколько это. Это 500-700 человек в каждом батальоне. И практически наши ничего не могли сделать в Крыму после падения Севастополя. Ничего не могли. И в Северокавказске другие проблемы были. Власовская армия. И примерно 1300 старост, предателей, полицейских, которые служили фашистам. И вот чтобы их нейтрализовать, Красная Армия, наверное, миллион своих солдат положила. На заседании Верховного Совета Хакассии 29 января 2020 года при обсуждении вопроса подготовки к 75-летию победы над фашистской Германией спикер парламента Штыгашев Владимир Николаевич оклеветал и унизил честь и достоинство калмыцкого народа. Искажая события военных лет, он заявил, что все мужское население калмыков в период Великой Отечественной войны воевало на стороне фашистов в составе добровольческого кавалерийского корпуса в количестве 15 тысяч бойцов, который ударил в тыл, истекающий кровью под Сталинградом советской армии. В этом же выступлении, по всей видимости, забыв ранее сказанное, ссылаясь на Сталина, он соврал, что не было ни одной калмыцкой семьи, из которой мужчины не находились бы на стороне врага. Оправдывая геноцид Сталина, совершенный по отношению к калмыцкому народу, он лживо обвинил калмыков в уничтожении 160 тысяч жителей в Ростовской области, что бандиты насиловали жен и дочерей казаков, отрезали им груди и головы, и что калмыками якобы были уничтожены 200 тысяч советских граждан на территории СССР. Из контекста его заявления складывается мнение, что в Крыму из калмыков было сформировано 50 батальонов, которые, как он сказал, уничтожали на корню партизанское движение, отлавливали и отстреливали парашютистов. Оскорбление калмыцкого народа, пережившего и героизм, и трагизм в годы Великой Отечественной войны, которые высоко ценят мир и согласие между народами, естественно, вызвало волну возмущений. Ну, естественно, возникает вопрос, почему Штыгашев в качестве объекта для нападения из всех репрессированных народов Советского Союза целенаправленно выбрал только калмыков. Ведь кроме калмыков были репрессированы и чеченцы, и ингуши, крымские татары, немцы и так далее. Думаю, Штыгашев испугался возмездия с их стороны. Наверное, он исходил из того, что если бы он так отозвался о чеченцах, ингушах или там других народностях, то они не простили бы такого оскорбления. Надо полагать, кроме его трусливой душонки, сказалось еще не только незнание истории калмыцкого народа, но не дает к тому же покоя кому-то, что здесь, в Калмыкии, все тихо и спокойно. И дикое желание вызвать неприязнь калмыцкому народу вызвало его заявление. В связи с изложенным Штыгашев выбрал, как ему казалось, беззащитный и безобидный народ в лице калмыков. Ведь нередко приходится сталкиваться с людьми, вообще не слышавших о калмыках. И вот это незнание калмыков, его истории позволило Штыгашеву попытаться на этом народе пропиарить, возможно, выполнить чей-то политический заказ и сделать политический имидж, изображая из себя крутого мужика. Единственное, что, судя по его заявлению, он знал о калмыках, что это образованный и талантливый народ. Для подтверждения сказанному он говорит правду, что в Таштыгской средней школе, где Штыгашев учился, было пять кандидатов в наук. Это был весь электорат Иллистинского педагогического института Калмыцкой СССР, ректор, проректор, заведующие кафедрами, кандидаты физико-математических и химико-биологических наук. Это были калмыки. В то время, как в Абаканском институте, как он говорит, было всего два кандидата наук. Поэтому ему калмыки представлялись некими ботаниками. И в это непростое время, при наиболее худших в Российской Федерации условиях выживания, в связи с отсутствием экономики, проживания калмыков в совершенно непригодных для жизни человека климатических условиях, куда после войны их вернули из депортации, забрал наиболее плодородные земли, калмыцкий народ проявляет выдержку и спокойствие, не ропщик и, как обычно, во все времена, мужественно переносит все тяготы жизни и вынужден искать возможности для своего желания за пределами своей малой родины. Известно, что основная часть нашего трудоспособного населения находится за пределами – в Москве, в Ленинграде, на Дальнем Севере, Татарии и так далее. Штыгашев, по всей видимости, это воспринимает как слабость, беззащитность и беззубость. Штыгашев не понять, что калмыкам, которые во все времена были и сильны, и мудры, мир, дружба и спокойствие в межнациональных отношениях в нынешнее время дороже всего. А таким, как Штыгашев, не имется ради своей выгоды разрушить эту норму человеческих отношений. Находясь в сибирской ссылке, слушая разговоры взрослых о репрессиях, еще в дошкольном возрасте я думал, что как только вырасту, буду мстить за страдания и гибель своих родственников и земляков. Когда с этими мыслями я обратился к своему Аве, дедушке, Сангаджиеву Мукчан Басанговичу, он объяснил мне, что в этом виновата власть, а не российский народ. Хорошо, что рядом был мудрый Ава, дедушка, который открыл мне глаза на произошедшее. Вот и сейчас, когда Штыгашев, либо в силу своего невежества, либо в силу влияния на него политических сил, облил грязью ни в чем не повинный народ, вызывая к нему национальную неприязнь, думаю о необходимости и важности открыть глаза молодежи, и не только Калмыцкой, на происходившее во время Великой Отечественной войны во имя сохранения мира между народами России, о необходимости пресечь штыгашизм, разжигание межнациональной неприязни и ненависти, унижение чести и достоинства любого народа. Известно, что на стороне немцев воевало около миллиона, подчеркиваю еще раз, около миллиона граждан Советского Союза и подчеркиваю, различной национальности. И из них, по разным данным, на стороне немцев было от двух до трех тысяч калмыков коллаборационистов. Зная менталитет и психологию своего народа, думаю, что среди калмыков предателей не было. Коллаборационизм, то есть добровольный переход части населения Советского Союза, многих национальностей на сторону фашистов, был обусловлен отношением к советской власти. Из-за сложившейся еще во время гражданской войны, связанной с красным террором, сопровождающимся уничтожением традиций и религии, с разрушением храмов и церквей в 18-23 годах, с террором 1937-38 года, проведением экономической реформы, продразвездки, продналога, НЭПа, раскувачиванием, коллективизацией и индустриализацией, которые в тот период крайне негативно сказались на жизни советских людей. На этом фоне на формирование коллаборационистских настроений сработала немецкая пропаганда о том, что с их приходом население Советского Союза будет освобождено от коммунистической тирании. В результате, естественно, на сторону немцев переходили сотни тысяч граждан Советского Союза по убеждению, включая и небольшой части калмыков. По воспоминаниям немецких солдат и офицеров, среди калмыков не было предателей. Посмотрев видеоролики с записью митинга в листе, организованные активистами-общественниками Подмаевым, Валерием Антоновичем Бармангнаевым, Батар-Батровичем Шевеновым, Николаем Алексеевичем Атеевым и так далее, реакцию главы Республики Калмыкия Хасикова, депутата Народного хурала Манджиева Намсыра с высказываниями представителей Калмыкии на федеральном уровне в лице Адучиева, Мукабеновой, Тарбаева, Штыгашев, где была представлена истинная суть происходящего во время Великой Отечественной войны, если еще он в здравом уме и есть совесть, должен содрогнуться. Председатель Народного хурала Республики Калмыкия Анатолий Васильевич Казачков назвал Штыгашева политическим трупом. Преступные заявления спикера Хакасского парламента как никогда ярко продемонстрировали вековые традиции и обычаи нашего народа, сплоченность и организованность в решающие, жизненно важные для народа моменты жизни, которые помогали выживать калмыкам и в суровые годы испытаний в довоенное время, и в годы репрессий. Заявление Штыгашева затронуло самое святое. Это память о наших предках, которые ради жизни своих детей и внуков, ради нашего будущего, во все времена не жалели себя. И как в одной из калмыцких песен поется, калмыки были и сильны, и мудры. Они с жестокими были жестоки, с добрыми были добры. У них честь и достоинство были в крови, они со смертью были на равных. Выступавшие на митинге справедливо требовали необходимость вынесения самого сурового наказания. В противном случае даже звучали ноты возможных действий, выходящих за рамки правового поля, чего я искренне не желаю для выжившего из ума старца. Иначе, как правильно сказали на митинге, о нас будут вытирать ноги. Один из активистов, общественников, Санал Молотков, выступая на митинге, справедливо заметил, что это всего лишь вершина айсберга, основание которого находится в глубине, и об него в свое время разбился Титаник. Думаю, сам Бог должен покарать Штыгашева за его преступные высказывания в адрес калмыцкого народа. Считаю, что Штыгашев своим высказанием не только запятнал свое имя, но и уронил тень на своих детей. Если он не понимает суть сотворенного им, это ему обязаны объяснить его дети. Правильно говорили митингующие, что ему надо приехать в Калмыкию и попросить прощения у народа за свои высказывания. Митингующие отмечали, что партия «Единая Россия», членом которой Штыгашев является, не дала его высказываниям достойную оценку за клевету, унижение чести и достоинства целого народа, за разжигание межнациональной неприязни и розни. А ведь это далеко не шутки с ключами от пожарной автомашины, которые стоили чувашскому губернатору должности. Говорили, что нет адекватной реакции и со стороны компетентных структур в лице правоохранительных органов. И Штыгашев, представитель власти высокого ранга, за свои преступные высказывания с высокой трибуны отделался лишь замечанием и продолжает оставаться на должности председателя Верховного Совета Хакасии. Такое бездействие дискредитирует не только местную власть, но и федеральную, а также правящую партию «Единая Россия». И по мнению митингующих, создает впечатление, что выступление спикера парламента Хакасии является политическим заказом, рассчитанным на разжигание межнациональной розни. В этой связи невольно вспоминаются слова Ленина, основателя большевистской партии, членом которой некогда был господин Штыгашев. Партию, которую он успешно и своевременно предал, что царская Россия – это тюрьма народов, и политика ее разделяй и властвуй. Хочется надеяться, что глава нашей республики Бату Хасиков совместно с патриотически настроенными активистами, независимо от политических взглядов, совместно с организаторами митинга, представителями законодательной и исполнительной власти обратятся к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, гаранту Конституции. И таким образом будет решена эта серьезная проблема. Я вам задаю такую загадку, которая никогда в эфире, так сказать, не загадывала, да, и в эфире, но в частных разговорах. А почему в пограничной с Кавказом и с Чечней Калмыкии тишина? Почему во время войны там не было эпизодов, в отличие от Ставрополя, в отличие от даже Волгограда, не было взрывов, там не строят мечети, туда не приходят люди. Почему? Расскажите. Там тоже много скота. То, что там живут другие люди, тихие, спокойные наследники Чингисхана, да? Они не говорят про космические назначения своего народа. Вообще они спокойные, приветливые. Илюмжинов говорит о космическом назначении. Да, говорит иногда, да, только Илюмжинов, да, значит. Но к ним никогда не придут, да? Потому что знают, если будут вести себя не так, то что-то будет тоже не так. Вот посмотрите на Калмыкию. Значит, это другой подход. Другие люди и другие принципы, да? И если мы вместо, так сказать, разговоров просто приезжим, объясним правила поведения, ребят, вот это можно, вот это не стоит. Калмыцкий вариант, да? Алексей, Алексей. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания. Три жемчужины. Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью. Сказка о Далунхойрхудл, 72 небылицы, рассказ-диалог Кемельхын, приметы 25-го позвонка овцы и образец гаданий, Далуншиндже, гаданий по баране лопатке, представленный в очерке народного поэта Калмыкии Константина Эрендженова, это любимые и уникальные произведения устного творчества нашего народа. Тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский. Самобытные, яркие иллюстрации Ирины Надбитовой прекрасно передают удивительный калмыцкий традиционный и сказочный мир. Книга будет интересна как взрослым, так и детям и станет прекрасным подарком каждому, кто интересуется калмыцким фольклором. Первый альбом для новорожденного на калмыцком языке. «Мендыфт Эн Би». Здравствуйте, это я. Так жизнерадостно называется этот альбом. Стильный, современный дизайн, текст на калмыцком и русском языках, а также информация о калмыцких обычаях и традициях, связанных с рождением детей, делают его уникальным. Вы узнаете о составлении гороскопа для новорожденного, а также о таких важных моментах, которым наши предки уделяли особое внимание, как положение в колыбель, разрезание пул, бросание шапки под ножки, начинающим уходить, срезание первородных волос. Этот альбом станет замечательным подарком каждой молодой калмыцкой семье по поводу рождения ребенка. По вопросам приобретения обращайтесь по номеру телефона, указанного на экране.